Привет, друзья! И с вами снова Вера Киверская. Я искренне вас приветствую на занятиях по теме анимации в PowerPoint в вашу презентацию. На предыдущих занятиях вы познакомились с типами анимации, вы анимировали текст, вы анимировали стрелки. В этом видео мы рассмотрим вопрос, какие анимации лучше использовать на других объектах в виде картинок и в виде автофигур. Я думаю, что у вас есть готовый слайд с картинками, с автофигурами, и мы начинаем работать. Напоминаю, что в области задач вам нужно открыть настройки анимации. Итак, у меня есть заголовок, который выполнен в WordArt. У меня есть фигуры и картинки. Я открою вам секрет, как сделать вход для группы объектов. Для этого по очереди я выделю вначале заголовок, затем одну фигуру, вторую фигуру, мешок и монету. Так как у нас выделены сразу все объекты, мы не забываем, что эффект будет работать сразу же на все объекты. Фактически все эффекты хорошо смотрятся на экране. Вылет, жалюзи, круговой симметричный, растворение, случайный и так далее. Давайте мы выберем выцветание и нажимаем ОК. Идем настроить параметры. В окне, где выстраиваются все анимации, они у нас все выделены. Поэтому параметры можно настроить на все объекты сразу. Выбираем по щелчку с предыдущим или после предыдущего. В зависимости от поставленных вами задач. Поставим после предыдущего. Теперь давайте посмотрим, как сработает такая настройка эффектов. Я выделяю и нажимаю просмотр. Вы видите, что на экран вначале выходит заголовок, потом одна фигура, вторая, мешок и монета. Почему? Дело в том, что если вы планируете настраивать анимации сразу на все объекты, то выделяете объекты по очереди, так как они должны выйти на слайд. То есть я выделила вначале заголовок «Успех с вами», затем одну фигуру, вторую фигуру, мешок и монету. Вот как я их выделила, так соответственно и они по очереди вышли на слайд. Теперь мы рассмотрим эффект пути перемещения на этих объектах. Для этого я для монеты нарисую путь перемещения в мешок. Как я это буду делать? Я выделила монету, иду добавить эффект пути перемещения, нарисовать пользовательский путь, рисованная кривая. У меня появился карандаш в руках. И я рисую путь для этой монеты. Вот нарисовала. Смотрите, как монета переместилась в мешок. Иду настраивать параметры. Начало выберу после предыдущего. Путь. Значит, можно заблокировать путь. Можно начать изменять узлы и обратить направление. Что это означает? Если я нажму обратить направление, монета будет двигаться в другом направлении. Что нам не нужно. Поэтому я снова нажимаю этот параметр, чтобы возрастить направление. Дальше. Что значит начать изменять узлы? Я нажимаю, и на линии, вы видите, появляются такие черные точечки. Метки. Если я щелкну на эти метки, то у меня появляется возможность изменять путь таким вот образом. То есть захватывать и вытягивать. То есть что-то откорректировать. Теперь. Мы видели, что монета выходила за пределы мешка. Поэтому я могу захватить за конец стрелки и немножко поднять его вверх. Так, и еще. Мы в просмотре увидели, что монета появляется перед мешком. Для того, чтобы у нас было ощущение, что монета попадает в мешок. Во-первых, я здесь узел подтяну, было ближе к мешку. И поставлю порядок для монеты на задний план. Теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Нажимаю просмотр. Выходят у меня по очереди все объекты. Мешок. И посмотрим, как монета будет себя вести. Вот, видите, монета спряталась за мешком. Вот так можно настраивать пути перемещения. Теперь посмотрим эффекты выделения для этих объектов. Я выделю заголовок. Иду добавить эффект. Выделение. Другие эффекты. Для заголовка лучше выбирать эффекты с переходом цвета. Переход цвета, дополнительный цвет, контрастирующий цвет, дополнительный цвет и так далее. Ну, можно взять, допустим, мигание еще, срыв, мерцание. Выбираем переход цвета и нажимаем ОК. Настраиваем параметры по шелчку с предыдущим или после предыдущего. Выбираем цвет. Скорость. Теперь я выделяю другой объект. Добавить эффект выделения. Другие эффекты. Эффекты выделения для картин фактически использовать не имеет смысла. Цвета, соответственно, не будут работать, но разве что какие-то изменения движения. То есть качание или взрыв. Ну, давайте выберем качание. Нажимаю ОК и настраиваю параметры. Начало с предыдущим. Цвет, соответственно, не имеет никакого значения. И теперь для всех объектов мы поставим эффект выход. Эффект для всех объектов сразу. Для этого я буду выделять объекты по очереди, как я хочу, чтобы они у меня ушли с экрана. Я выделяю вначале одну фигуру. Потом другую фигуру. Мешок. Монету. И заголовок. Я выделила все объекты. Затем иду добавить эффект. Выход. Другие эффекты. И выбираю эффект, который хорошо будет смотреться сразу для всех объектов. Выберем растворение. Нажимаю ОК. Настраиваю параметры. И не забывая, что эти параметры будут работать сразу для всех объектов. Поэтому я поставлю автоматически после предыдущего. Поставлю скорость средней. Теперь мы посмотрим, как все эти эффекты будут у нас смотреться на экране. Я выделяю какой-то эффект и нажимаю Просмотр. Вот у меня выходит заголовок. Затем выходит одна фигура. Вторая фигура. Затем мешок. И монета. Потом мы видим эффекты выделения. Это монета. У меня мешок попало. Изменение цвета заголовка. И фигура покачалась. Затем у меня начинают исчезать по очереди фигуры. То есть то, что мы настроили, у нас все получилось. На следующем занятии мы рассмотрим настройки анимации для сложных объектов. До встречи. С вами была Вера Кирска. Редактор субтитров со субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»